Всем привет! Я София Гоуберг. На этот раз хочу ответить на вопросы по теме магии. Мне прислали несколько вопросов на одну тему. На каком языке читать заговоры и на каком языке читать заклинания? Сразу скажу, что разница огромная между заговорами и заклинаниями. Заклинания только чаще всего используются при черной магии. И когда маг решает, что надо использовать не свою энергию и свое биополе, а позвать на помощь силы загробного мира, запредельного мира, астрального, темного и так далее. Заговоры в основном это на здоровье, заговоры на хорошую судьбу, на семейное счастье и так далее. Заговоры чаще всего относятся к теме позитивной, потому что к которой идут фразы, комплект фраз с целью кому-то навредить, это уже больше заклинания. Не существует заговора на смерть, заговора на черный венец. Это не заговоры, это заклинания. А заговоры в основном тема позитивная. Итак, на каком языке читать? То, что связано с черной магией, эти заклинания, они написаны на очень древних языках. Многим из этих языков более 10 тысяч лет. Они не относятся ни к индийским, ни к славянским. То есть это вообще не относится к славянской группе языков. Но эти мыслиформы, которые связаны с теми наборами звуков, которые состоят, ну, допустим, слова «адыбулос», «атыбулос», оно ни в каком языке его нет. Ни в английском, ни в русском, ни в китайском, ни в индийском. Эти слова, они так же вот как «аум». Это набор звуков, которые имеют какое-то определенное звучание, и оно делает воздействие, которое вызывает контакт, во-первых, с тонким миром, оно и перетрансформирует ауру, оно действует на биополе, то есть оно как бы включает биополе в определенный режим работы. Это все работа с энергиями, особенно с тонкой энергетикой, так можно сказать. Вот, и поэтому очень важно, что черные магические заклинания, особенно которые идут на работу с погодой или на работу с какими-то, допустим, негативными целями, ради негативных целей, эти все заклинания, они говорятся на тех древних языках, на которых они были написаны. Потому что, если, говорит, черный маг, предпочитают на английском. На английском очень красиво, так это пафосно, многие фразы звучат, когда, говорит, текст древних заклинаний переводят на современный английский и тем более еще американизированный сленг. Ну, это вообще, я бы сказала, почему не стоит этого делать? Потому что энергия языка, как бы этот звукоряд, он имеет собственные мысли-формы, которые отдельно от человека. И когда человек использует более свежие, более молодые мысли-образы, ему приходится тратить свою энергию. А энергии тратится очень много, и поэтому я бы этого не рекомендовала, потому что к концу ритуала можно уже выжатым лимоном быть полностью. А если читаешь заклинание на древнем языке, и тут главное следить, чтобы не было акцента, тогда его силы тратится немножко. Поэтому это очень выгодно с энергетической стороны. Причем, дальше, на каком языке читаются заговоры, допустим, на здоровье, на позитив, на семейное благополучие? Только на родном языке. Только на родном. Почему это важно? И тут важно знать, какой национальности ты принадлежишь, какой национальности. Потому что, допустим, белая раса, но вот русские, украинцы, европейцы, американцы, все белые, белые люди, но национальности разные. И говорят на разном языке. Чешский язык, допустим, русский, они очень отличаются. Русский с украинским, там есть какие-то слова совпадают. Но есть вот русский с немецким и с английским, практически нет. Только такие научные термины, деловые термины. В английском языке, допустим, очень много терминов, которые, вот, по части электроники, медицины и бизнеса. В основном бизнес. Вот. А к магии это не имеет никакого отношения. И поэтому, говорю, разница языков, даже среди людей, которые выглядят внешне, выглядят одинаково. Это очень важно, какой народ, какие твои корни, предки и так далее. И поэтому, в какой бы стране ты ни был, национальность не меняется. Национальность всегда остается с тобой. Поэтому, говорю, если русский, читаешь эти заговоры только на русском. Если украинец, читаешь только на украинском. Чех, только на чешском. Если, говорю, шведский язык, ну, он немножко сложноватый, пыталась изучать. Очень интересно. Если, говорю, есть испанские корни, хотя, говорю, ну, вот, у меня дальние предки, вы жили во времена Средневековья, и они были в Испании, поэтому это была испанская благородная династия. Но, говорю, я пыталась изучить испанский. Язык очень такой, я бы сказала, многозвучный и очень скоростной по произношению. И некоторые заклинания, такие вот именно заговоры, именно которые на позитив, и заговоры, и заклинания, которые... Потому что мои предки испанцы, я пользуюсь на испанском, но очень редко. Я стараюсь этого не применять, уж сейчас свои силы потрачу, но мне проще говорить на своем языке, на родном. Мой родной язык немножко сложная тема, о нем позже. И человеку, говорю, важно знать своих предков, это очень важно. Знать, какому народу ты принадлежишь. И поэтому, который именно на добро, на позитив настроен, это очень важно говорить на своем родном языке, на языке того народа, к которому принадлежат твои предки, твои родители, прародители, до восьми поколений, до тебя. Это очень важно. И причем тут такая важная тема, что люди переезжают, допустим, из одной страны в другую. Я тоже какое-то время жила в России, потом уехала в Америку. В Америке это англоязычная страна, хотя здесь, в Калифорнии, где я живу, очень много мексиканцев, и латиноамериканцы, там, с Бразилии, там, с Аргентины приезжают. Очень много людей, которые говорят на испанском. И поэтому, неважно, я могу переехать в Германию, я могу переехать, допустим, в Швецию, меня приглашали туда. Но, тем не менее, если к какому народу бы я не принадлежала, куда бы я не ехала, моя национальность остается со мной, и поэтому, говорю, мне не имеет смысла читать заклинания на английском, читать заговор на английском, в этом никакого смысла нет. И поэтому английский язык намного более молодой, чем многие языки славянской группы языков. Английский более молодой, поэтому у него еще нет таких сильных, мощных мыслеформ, тем более, что английский язык пережил трансформацию. В нем существовали тоже склонения по дежи, вот эти все склонения по родам. Это было, потом это было отменено, и поэтому в современном английском нет тех форм, когда вот эти оригиналы манусклитов Шекспира, вся вот эта классика английская, она раньше была написана в оригинале. Но был оригинал, который категорически, радикально отличается от современного английского. И поэтому с этими мыслеформами лучше не связываться, потому что у них еще нет той достаточной энергетики, которая нужна для магии. И поэтому все заговоры, заговоры на английском лучше не читать. Есть древние славянские языки, древний вариант русского языка, и вот эти заговоры позитивные, которые были ведьманские заговоры на здоровье, это очень важно, читать их именно на древнем варианте славянском. Очень красиво, славянский язык немножко отличается от русского, он покрасивее звучит, чем современный русский. И вот именно эти заговоры, которые идут для здоровья, для позитива, на русском языке это и читается идеально. Но есть заключение, как родился в Америке, англоязычной стране, и если, тем более, у него предки из Англии, тогда ему надо читать то же самое на английском. Для него это будет работать, а для того, у кого корни из России или корни там, например, из Швеции, из Норвегии, даже если это группа языков, какие-то слова схожие, что-то, но оно не будет так хорошо работать, как на том языке, которым говорили предки человека. Вот это очень большая разница, и это, считай, важно. Ну, пока, до новых встреч.